На центральной котельной произошёл большой разлив нефти. По такой легенде, в Муравленковском филиале Ямалкомнэнерго провели ежегодное учение. Устранили разлив и последствия аварии специалисты аварийно-спасательного формирования. Разлив нефтепродуктов даже объёмом в несколько кубометров может нанести непоправимый ущерб окружающей среде. А при разгерметизации резервуаров тысячи кубометров, да ещё на территории города, это настоящая катастрофа, а к счастью, вымышленная. По такому сценарию городской филиал Ямалкомнэнерго проводит ежегодное учение. Здесь, соответственно, в этой тренировке мы отрабатывали действия наихудшей ситуации, когда в случае нарушения целостности резервуара произошло и нарушение целостности обвалования. Действия по устранению нефтяного разлива коммунальщики всегда отрабатывают совместно с бойцами аварийно-спасательного формирования Муравленковского гарнизона пожарной охраны. Огнеборцы разворачивают оборудование для сбора нефтепродуктов. Это специальные ёмкости и вакуумные установки. Мощность одной из них составляет 10 кубометров в час. Поэтому справиться с аварией сегодняшнего масштаба и собрать разлившуюся на землю тысячу тонн нефти можно всего за 30 минут. Поступило вводное, что произошла разгометизация РВС с полным вытеканием нефти за пределы обвалования. Прибыли по тревоге с составом аварийно-спасательного формирования. Приступили, произвели разведку зоны, так скажем, ЧАЭС. Затем произвели локализацию нефти, чтобы не пошло дальнейшее распространение, не было угрозы распространения дальнейшей. Нефть, как резервный источник топлива, хранится на территории Котельной в огромных резервуарах. Первостепенная задача участников учений – оперативно устранить разлив. И хотя вероятность возникновения подобной реальной аварии здесь невелика, практические учения – залог слаженной работы в случае реального ЧП. Учения необходимо проводить в качестве тренировки, отработки навыков, потому что если не будешь готовиться, будет утрата и навыков. И отработки действий по ликвидации. Поэтому это необходимо. На месте учений руководство городского филиала «Ямалкоммунэнерго» противопожарной службы управления по делам ГОЧС городской администрации все действия участников руководители разберут и оценят. Предварительно все службы отработали удовлетворительно. С поставленной задачей справились быстро и слаженно. Юлия Лучникова, Олег Кожин и Андрей Нагибин. Новости Муравленко.